Вон там, возле той колонны, Одиноченко Павел, это сотрудник отделотели, полиции. Павел, подскажи, а ты меня сейчас зачем руками трогал? Тебе места не хватало пройти? Ну да, зрение, читай, Одиноченко, что-то фамилия знакомая. Ё-моё, так это ж ты! Ты ж меня пи***дил, задерживал, телефон и всё изымал нам. Из квартиры? Пи***чил меня, пи***д, ногами, руками. А ты ж пи***дил из квартиры или это? Да! А он тебя узнал? Конечно! Представились бы хотя бы, имя назвали бы. Хлимо, чип, либо бирка на ухо. Одиноченко Павел Александрович. И обязательно стерилизация. Что, вас полицейским сделали, что ли? Вот так встреча. Ты что, я не узнал, что ли? Пришёл, как ни в чём не бывало такое. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я говорю, удостоверение. А где значок нагрудный? Он проходит, у меня так раз в бок. А это он был? Да! Как служба-то идёт? Да, нормально. Нормально? Вот он тоже там был, он тоже там рукоприкладство ко мне применял. В аппарате губернатора был, вроде как, в охране, нет? Его явно понизили, потому что раньше он был весь такой над... Из Авроры петрушку сделали. А что, а дело это, расформировали? Всех прессовал по квартирам, шастал, как у себя дома, короче. Митинги охраняют. А сейчас митинги охраняют в мороз. Три вот этих полоски, это какое звание? Сержант? Не повысили, не понизили. А эти разговорчивые такие, вот с ними классно общаться. Благодарствую за службу, в кавычках. Я так порадовался видеть его в шапке-ушанке на улице. А, по рукам пошёл. Да. Вот поэтому их и заставляют маски с диоксидом гитана носить. Что-то уже какой-то протокол, что ли, составляют? С администрацией? А не представитесь? Эти знают своё дело, молчат и всё. Представился и молчат. Ну вот где наш любимый Неупокоев с якобы сломанной спиной? Тём, по какому поводу собрались? Ну как это не касается, это каждого касается. У каждого в доме тепло есть. Городские тепловые сети хотят передать полностью в частные руки. А они всё равно прут своим путём. Ну да, натуральная прихватизация. 20 к 1, да, что я на него бы попал или он на меня. Первая наша встреча без твоего рукоприкладства. То, что оправдываетесь, это уже хорошо. Я дружка там не прижила. Ясно. Чё, идём, нет? Да, идём. Смотри, всё покажется. Смотри, всё беркованы. Слышь? Все беркованы. Да. Все чипированы. Да, да, да. Все стерилизованы. Все живо. И стерилизованы. Отрабатывают на собаках пока что. А у них без GPS просто штрих-код, чтобы их опознать. Там три идентификатора. Климо, чип, либо бирка на ухо. И обязательность реализации. Присидорови ушёл с ГЭС. Шувалов взялся за ГТС. Здравствуйте. 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 Начинаете уже, да? Да. Отлично. Вы уверены, что всё в порядке? Здравствуйте. Так, а кто представитель здесь? Я полумочный, там же. Так, так? А, там же. Так, ладно, сфотографирую пока, правильно? Ага. Там вас предупредить должно быть. Ну, встаньте тоже там, чтобы не было. А вы для кого фотографируете? Вы там обсуждали это с администрацией, это я не знаю. Для администрации или для Кондрашова? В администрации обсуждали. И вместе с полицией там... Ну, я-то не в курсе, я пресса. Встаньте, пожалуйста, на эту жаль, что это ваш плакат. Антон? Во. Денис. Представились бы хотя бы, имя назвали бы. Я вас прошу, представьтесь, пожалуйста. Я вам даже удостоверенствую буду покажу. Покажись, пожалуйста. Вот, денежка там у вас, да? Удостоверение. Так, одиноченко Павел Александрович. Кто-то запрещает предложить удостоверение. Фамилия знакомая. Он тоже применял физическую силу к журналисту. Чтобы вы знали, да, кто такой одиноченко Павел. Когда меня полтора года назад задержали незаконно, одели наручники, посадили на стол, одели пакет на голову, начали избивать, пытать электрошокером. Через дырочки в пакете я видел троих полицейских. Это одиноченко Павел слева сидел за столом. Прямо сидел Денис Душин, а справа сидел Бабушкин Антон Владимирович. Он включил музыку, и вот под эту музыку они втроем сидели и смотрели, как меня избивают. Кто меня избивал, я не видел. Это били сзади, сыпались разного рода угрозы. Но факт в том, что и одиноченко Павел, и Бабушкин Антон Владимирович, и Душин Денис, они сидели и бездействовали. Хотя обязаны были пресечь избиение человека. Должны были пресечь причинение вреда человеку. По сути, они являются соучастниками данных преступлений. А далее я расписываю, чем он знаменит, почитайте тоже. И оказывается, он выступает в школе. То есть, рассказывает родителям и ученикам какие-то свои умозаключения. Чему может научить вот такой сотрудник полиции. Фамилия знакомая. Что, вас полицейским сделали, что ли? Почему? Павел, ты что, меня не узнал, что ли? Я тебя узнал. Мы всегда в полиции работаем. Как? Ты же в аппарате губернатора был, вроде как в охране, нет? Когда? А? Я не был никогда в охране. Нет? А что так это? А где значок нагрудный? Ну, а зачем у меня? А? Ну как, в общественном месте службу несем? Я могу тебе показать его, если попробую. А? Я же показал. Покажи, пожалуйста, значок. Я же показал. Значок нет. Я достал удостоверение. Ага. Ты можешь попросить? Я тебе покажу. Так, 005088. Восьмерка затерта. Последняя. Восьмерка есть. Ты же это задержал? Ничего не знаю. Как служба-то идет? Да, нормально. Нормально? Оперативник отдела Э, который участвовал в моем задержании три года назад. Одиноченко Павел. Ну как же без... Вот так встреча. Дважды в квартире у меня побывал. Еще один экстремент. А что здесь собрались? Здравствуйте. Здоров. У нас легальный пикет. Легальный, да? Удивляет слово легальный. Что-то уже какой-то протокол, что ли, составляет? Сотрудники, да? А что это, протокол, что ли, какой-то? Нет, не протокол. Это отмечаем, кто старший, кто присутствует. А вы тоже, да, полицейский? Нет. Нет? С администрацией? А не представитесь? Представьтесь. Представьтесь, пожалуйста. Степанян Эдуард Мартунович. Степанян Эдуард Мартунович. Все, давайте. Пока вы здесь. Хорошо, хорошо. Не ожидал, не ожидал. А что, отдел это, расформировали? Нет, его никто не расформировал. А? Нет, отдел также есть, его никто не расформирует. Ну, вроде он как... Это охрана общественного порядка. У нас сейчас массовые митинги проводят. И плюс, помимо этого митинга, есть другие мероприятия. И сотрудника задействуют также на охрана общественного порядка. А три вот этих полоски, это какое звание? Это сержант. Сержант? Да, удостоверение указывает нам. Ничего у вас там, изменения по службе не произошло? Ну, нет. А что там произойдет? Не повысили, не понизили? Повышает и понижает по сроку службы. По сроку службы? Конечно. Время подойдет, полный. Да? Ладно, счастливо. Благодарствую за службу. Кавычка. Ты его знаете? Конечно, он меня пи***ил, блядь. Пи***ц. Ты такой добрый? Ты что добрый, блядь? Пришел, как ни в чем не бывало такое. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я говорю, удостоверение. Вот если бы я удостоверение не спросил, я бы никогда не узнал, что это вот. Удостоверение, читай, одиноченко. Что-то фамилия знакомая. Ё-ма, это когда ж ты? Ты ж меня пи***ил, блядь. Задерживал телефон и все изымал нам. Из квартиры? Пи***чил меня, блядь, ногами, руками. Из квартиры, блядь? Да. Когда дверь выносили? Вытаскивал, да. Первое задержание он меня оформлял. Он тебя узнал? Конечно. Я говорю, так ты, это ты, он, да. Я говорю, так ты меня хоть узнал, он говорит, да. Он говорит, что молчишь, блядь, хоть бы поздоровался. А ты его фамилию откуда знаешь? Мы судились где-то там? Ты че? Я всех знаю. Не, я имею ввиду. У меня свои... Ты на него подавал все? Нет. А че на них подавать? Вон, вон. Сейчас подходил полицейский, который забирал Гугакова с квартиры. А, это администрация, что ли? Да, там двое сидят. Да, эти. Эти знают свое дело, молчат и все. Представился и молчат. А эти разговорчивые такие, вот с ними классно общаться. Восьмой отдел, что ли? Он же на этом, помнишь, эта встреча с губернатором была, где мы снимали, на второй встрече. Вот он тоже там был, он тоже там рукоприкладство ко мне применял. Не помнишь? Виделись? Да, двое. В белой рубашке такой был. Двое сидело, три. Сказал, вот они меня забирают. Павел, подскажи, а ты меня сейчас зачем руками трогал? Тебе места не хватало пройти? Да. Ты зачем меня трогал руками? А зачем руками трогал? Ты ко мне применяешь физическую силу? Я сейчас вас выведу. На каком основании? Препятствуй журналисткой деятельности. Вы сейчас отвлекаете от работы. Препятствуй журналисткой деятельности. Вы сейчас меня отвлекаете от работы. Чем? Я с вами везу сейчас монолог. Что? Я с вами сейчас веду монолог. Монолог? У меня есть свои задачи здесь. Пожалуйста, садитесь, я вас не отвлекаю. видно на коридор вот я стоял вот тут вот и ко мне подошел одиноченко павел это опер отдела т видео я уже выложился на канале в общем одиноченко павел проходил мимо ему показалось что пространство для прохода мало и он решил подтолкнуть меня под залогать ну так демонстративно когда проходил мимо когда я там стоял я тут же сделал включил видеокамеру начало снимать и он ко мне опять снова применил физическую силу его действия присутствуют признаки совершенного преступления по статье 144 часть 2 это воспрепятственная журналистской деятельности с применением физической силы и также он угрожал он говорил что я вас сейчас отсюда выведу вы мешайте моей работе я при исполнении что такое но на видео посмотрите там же есть очень если что-то случится все претензии к одиноченко фавлу я я там стоял так снимал он проходит у меня так раз а это он был да ну тебя везет на него вообще они 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 видны я не знаю как они знают что я здесь буду они его присылают иди по за пообщайся со старым знакомым я думал ехать или не ехали не зря съездил но его его явно понизили потому что раньше он был весь такой на джипах на этих на бэхах ездил там всех прессовал по квартирам шастал как у себя дома а сейчас митинге охраняет мороз но это после того произошло как это как он на встречу с губернатором толкнул меня то есть на прессу наехал я это озвучил губернатору в лицо прям я же не разговаривал обеспечьте безопасность в конце концов чего вас пресса прессует на встрече с губернатором первый вопрос от меня по поводу общественной безопасности снова дело в том что полчаса назад я выложил на ютубе два видео на них четко видно как там возле той колонны одиноченко павел это сотрудник отдела т.р. полиции применять ко мне физическую силу угрожает и угрожает меня вывезти из здания я нахожусь я журналист и это получается признаки преступления по статье 144 с применением физической силы и угроз я от вас требую обеспечить безопасность прокурор здесь пожалуйста давайте принимать моё устное обращение факты применения физической силы на лицо 144 статья состав преступления я делаю устное обращение согласно закону 59 статья 4 пункт 2 отлично это когда это было ой год назад что ли да вот тут в институте с губернатора с народом вытягиваем или что конечно стоит так короче при сидре ушел с газ шуала взялся за гтс вы уверены что все в порядке штук восемь фоток надел это чё прокомментируешь по какому поводу вообще собрались по поводу очередной попытки приватизации в нашей стране которая проявилась концессионного соглашения по которому наш гтс хотят отдать в частные руки сейчас он принадлежит городу якобы чтобы его модернизировали хотя и так мы видим что трубы постоянно меняются как бы в нашем городе да прям таких критических проблем нету с подачей горячей воды какая потребность мы уже не какой-то муха сразу мы сургут блин богатый город какая потребность в модернизации там в отдаче бизнеса или у нас и чиновников не обучают там по крутым всяким дипломом мбада в академия хран хикс то есть у нас чиновники вроде как умеют управлять этим хозяйством чем отдавать это бизнесу да а если чиновники не умеют то извините меня наимите других чиновников успешных менеджеров вот то есть понятно то что если передадут частные руки тарифы резко взлетят вверх и жители сейчас не понимают многие скептически относятся но когда вырастут тарифы будет уже поздно потому что часть трубы уже отдали сгс на и часть трубы это гтс уже уже как бы половина частная если все будет частная то всей конкретно присяду а потом и воду заберут холодную так что ребята не спим действуем я так понял сейчас вот городские тепловые сети хотят передать полностью в частные руки они уже наполовину частной то есть о сгс контролирует половину то есть мало того что у нас мы платим за электричество при пыль при его производстве то есть электричество вырабатывается за счет выработки тепла за счет сжигания газа так и получается производится пар который потом потом поступает в трубы каждого дома через общегородские трубы и получается город охлаждает вот этот пар для мы охлаждаем да мы мы и платим за это очень большие мало то что мы платим за электричество так мы еще вот это типы вот этот пар охлаждает электричество понятно он как бы да это электричество продает и полы джи электричество уже все частное господин чубайс у нас все поделил давно и все на мелкие конторы разогресс 2 вроде как немцам да да грязь два немца принадлежит у нас на черном мысе постоянно вырубается электричество вот можете по пройтись пообщаться по домам по коттеджам там по домикам по избушкам у всех вырубается постоянно электричество вот результат приватизации то же самое будет горячей водой по идее нам должны платить за то что мы охлаждаем вот этот парк и безоплатно должно быть у нас наш народ отказался от коммунизма и выбрал капитализм вот покушают может передумать думаешь блин я так не ожидал этого одиноченко встретить вообще я хотел чтобы маску снял чтобы с это фото водостырение сверить а когда я прочитал одиноченко я же растерялся до его ни хрена себе сколько колеска но мне значок удостырение все показал ребята одними митингами конечно сумму подымем но результата особо не добьемся нужно чтоб каждый человек писал всякие запросы формировала все органы власти участвовал во всяких сборов подписей а сам организовывал что-то какие-то сейчас соцсети есть инстаграм вконтакте да то есть можно обращаться к своим соседям в чатах группы вот если бы люди не спали а что-то делали то шуму шуму было бы больше и депутаты не такие довольно таки люди чиновники и они бы ну на год бы на 2 они бы притихли потом опять конечно это все начнется но нужно показывать вот что мы жители есть мы против надо свое мнение иметь хотя бы хоть по крайней мере детям не будет стыдно даже если мы проиграем детям не будет за нас стыдно но мне уже не стыдно то что я сюда пришел и я не знаю может проведение или нет ну в общем творец меня отблагодарил вот этой встречи я так порадовался видеть его в это в шапке ушанки в это на улице а мы рады то что пресса приходит освещает наше мероприятие потому что ну как независимая пресса блогера потому что как вы видите наши главные сми там синест в этом ну на такие митинги не ходят а вы приглашали конечно ну вот где наш любимый не упокоив с якобы сломанной спиной о ой что ты вырубился он замерз походу смотри а ну все ты как на это на посту стоишь охранник я чисто для инстаграма денис а чё такое сгэс сургутские городские электросети нет энергосети энергосети там сейчас скажите а чё-чё-чё-чё-чё не уже я не понял а их приватизировали да да это которые за электричество отвечали за передачи электричества вообще-то он был арау ес начала потом тюмей энерго сейчас при рост сети там такая блин передача как грязь постоянно из рук в руки недавно и он был сейчас уже там какой-то перепродали что да да вот только недавно и он был сейчас там а юни про уже по рукам пошел да вот вот поэтому их и заставляет маски с диоксидом детана носить на сургутские городские электрические сети он одиночен кпл опять идет но его заставляет вон видишь по телефону команду дают иди обратно павел а твое личное мнение можно узнать ну то есть и при службе это наличные вопросы не будешь сейчас добро если что-то хотите подойдите после того как мероприятие движется добро интересует мнение по поводу как относится как житель сургута временный или постоянный не знаю ну вообще вот как вот по всей стране планирует такое делать передают городские тепловые сети в частные руки грязь уже передали немцам вот городские вот этот городские электросети уже тоже передали вот сейчас говорят тепловые сети то есть тепло за отопление будем два с половиной раза больше платить вот такой вопрос интересует мне кажется раз павел здесь это ему наверно тоже не безразлично это правильно мы чтобы здесь нам не безразлично сотрудников есть какие-то эти аккаунты с ненастоящими именами где они могут высказывать свое личное мнение в соцсетях я так полагаю да не крик души свой здесь ну как навряд ли выше выше мою технику все изъяли за меня там общались я с я сотрудниками много общаюсь они свои личные у них на форме и не не у них очень радикальным у них знаешь как у них не не эти не скрытые аккаунты они заходят в дом папа по фальшивым постановлениям выносит технику приносит к себе в кабинет ставит на рабочее место подключается и под моими аккаунты под твоими под моими короче да 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 начали переписываться всеми и высказывает свою точку зрения вот тут они видишь молчат типа преисполнение а там они во все чаты залезли им со всеми пообщались и правда зачем всех спровоцировали свое мнение высказали скажем так душу излили привет господа протестующих короче зачем создавать там париться там сим-карту искать любую квартиру любую квартиру заходи бери любую технику все да причем не только мои но и отца все технику вынесли и в на какие-то денежные переводы совершали смс все есть доказательства да все поломали все отформатировали это починили а верно нет конечно народ народ оба синято а когда кстати когда дверь то восстановить а то и злиться уже начинаете ладно не будем с вами общаться после мероприятия договорились а дверь народ восстановил через полгода отец кинали до до что у меня теперь народная дверь круто как амусическая кто-то что-то хочет сказать желающий есть нет тем по какому поводу собрались все думаете приватизации gts передачи почему почему потому что это приведет к тариф коммерсанты они не думают о народе не думают о прибыли капитализм детка это ли все что я смогу благодарства все за это стоят так что это уверен что маску полезно носить в такой мороз ты не отвлекает дай мне с народом пообщаться против тоже что ты павел опять ушел ну чего он туда-сюда не он просто понял что не получится просто так постоять я все равно буду с ним разговаривать ну да видишь он уже мне предупреждение сделал какой-то тюк тоже против передачи против всех кто пытается передать это против прихватизации прихватизации ну да натуральная прихватизация и главный народ же все время высказывается против они все равно прут своим путем почему не так делать не активно не активно конечно надо проявлять свою гражданскую позицию но он мы проявляем мы пришли даже павел одиноченко пришел любую диктатуру можно пересилить мне так кажется любая власть это диктатура правящего класса поэтому правящий класс сегодня капитализм соответственно основная цель идеологии его это получение максимальной прибыли и неважно каким путем они это делают есть возможность законно делают нет переписывают законы все никакой свободы нет и не будет никогда есть есть свободы просто я смотрю на народ и даже смотрите даже никто ни разу не подошел не спросил чё почем потому что это личный не касается ну как это не касается это каждого касается как у каждого в доме тепло есть никто не видит угрозы когда это коснется непосредственно его бюджета он туда пойдет он не пойдет главе города он пойдет управляющих компаний скажет а что этого нам тарифы забирают вся логика тут заложниками становится управляющей компании но это о чем говорит что народ либо не знает не знает и все пользуются этим да деньги любят тишину они тихонько тихонько все делают вот опять же вы я так понял вы уведомили все сми да о том что здесь будет по всему городу сколько это же не единственная точка правильно по городу нет где-то 20 точек за 1 сколько я слышал да 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 по всему городу поэтому вся полиция задействована у них сегодня рабочий день полный вот какой шанс да вероятность что не попадет нет что где-то я опять про этого одиноченко 20 к одному дошла я вот на него бы попал или он на меня как так получилось что я вот сюда пришел и он мило и он тоже именно сюда пришел ну да возвращаясь к теме вот смотрите даже вот чё посигналил да но это наверное это да чтобы дтп избежать а так вот я смотрю слушаю ну никто не подошел никто даже не посигналил нам да во первую значит посигналил значит народу не безразлично знаешь на для нам до народа надо доносить информацию о чем мы и пытаемся сделать единство нету стараемся я вот я вот пришел несмотря на мороз и просто против чего-то за что-то конкретно что надо мы за доступные тарифы за доступные как это реализовать что нужно сделать как это реализовать до использование имеющихся ресурсов по другому не то есть чиновники не умеют сейчас управлять это первым и второй момент это соотношение цен должно быть соответствии с затратами сейчас не умеют капиталисты правильно считать или точнее умеют свою плату считать у них задача минимум затрат максимум прибыли роза не платили за тарифы когда бы они нам думали было как бы снизить тарифы а поскольку мы с вами платят и они получают прибыль них нет интереса экономить это все мифы сказки о том что капитализм там или частность собственный хозяин будет стремиться к эффективному использованию нет установим монопольные цены и получай прибыль какие тебе эффективное использование зачем это не нужно так или иначе капитализм стремится к империализму захвату новых территорий укрепление и захвату новых территорий это его сущность соответственно есть заинтересованные лица которые хотят все энерго снабжающей организации под себя подмять благодарствую что ты хочешь собраться где-то можно погреемся чай попьем пообщаемся павел ну не буду мучить это тебя хочу сказать благодарствую за то что это первая наша встреча без твоего рукоприкласса благодарствую да ладно и правда что ли если и применял физическую силу так допустим на встречу губернатор даже на камеру не стесняется все было в плане закона в плане плане было закона вы препятствовали мои служебной деятельности да ладно я стоял снимал вот так ты сзади подошел локтем не ткнул я вас не тыкал локтем я аккуратно вас ладошку попросил взял за локток и попросил отойти стол не мешать не все а чё там мало места было для прохода и полтора метра было это не проход бы вы меня вы дестабилизировали обстановку каким образом стоял и снимал на это вот так же несколько раз вешаю попросил а то он николаевна ну благодарствуй то что оправдываетесь это уже хорошо я не оправдывает благодарствую всего хорошего все там еще один митинг на 20 20 точек по городу тоже полицейский представлен но наверное опять же этот отдел и весь напрягли они все это если 20 точек по городу сколько на полицию но у нас только там два не ну по идее 20 полицейских вот по одному на каждую точку нас двое там еще через дорогу ну там еще какие-то росгвардейцы подъезжали ну росгвардейцы так чисто случайно если чиновники там с какого-то на и чиновник какой-то 22 чиновника на белой гео сидели документы а хрен его знает и если на каждом митинге такие чиновники это сколько 40 полицейских 40 административных работников и 40 полицейских мочу гтс творит но это же не гтс инициировала правильно этой администрации именно да 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 они же отдают им же не надо не профильные заботиться о жизни и здоровье населения ты это не их актив ну они же вот у нас был тут стоял первое градообразующие предприятия рыбоконсервный завод эвакуированный сады со время войны кормил весь фронт до нефти тут кормил весь сургут как бы да все работали рыбу ловили и это вот стратегическое предприятие недавно было ликвидировано современными топ-менеджерами причем там стояла импортное оборудование современное они его обанкротили и снести нахрен подчистую потом то же самое произошло с охозом северным они в него вкидывали кучу денег тоже стратегическое производство все-таки продукты питания производили на северных условиях потом наверняка откроют агрокомплекс какой современный построить теплиц приведут инвестора да как это сейчас происходит в других городах но у нас эти теплицы были их почистую снесли сейчас они короче сносят все советское и строят все импортное на инвестиции там либо покупают как рыбу мы теперь покупаем черти где да да все рыбу этих в южных странах выращивают и сюда везут за 3 земель если тут было полноценное производство социальными гарантиями для рабочих то теперь частники вот рыбаки занал вылавливают эту рыбу ту же самую на козельках и возят на большую землю такое ну как перепроизводство лишь зачем вы возить куда-то если тут можно было все производить в том-то и дело что у нас до возить это порча продукта то есть лишняя перезаморозка в том числе да и отсутствие рабочих мест здесь на месте налоги потом сейчас кинотеатр аврора тоже советский объект легенда площадь авроры да такое культовое место где раньше все собирались к торговые центры не поставили все во-первых сначала переименовали в театр петрушка серьезно уже давно петрушка да ты че я не в курсе не в курсе не в курсе кукольный петрушка аврора революционный петрушка из авроры петрушку сделали да последняя новость его будут сносить потому что там есть дефект где у кого у петрушки авроры у кого дефект петрушка там не пришла ясно а Субтитры создавал DimaTorzok